Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Предпоследняя неделя 2016-го уходящего года близится к своему завершению. Хорошо, что картина с трендами, которые сгонировались под закрытие этого года, не меняется. Мы наблюдаем повышенный спрос на американскую валюту и, соответственно, прессинг, который очевиден в адрес рисков. Если бы еще нефть у нас сейчас стала активно корректироваться, то было бы совсем классно. И с таким, я надеюсь, что еще увидим хорошее настроение, дождемся его через коррекцию нефти. Мы будем закрывать этот крайне волатильный и насыщенный на фундаментальные события год. Давайте начнем с того, что наблюдалось у нас в рамках вчерашней торговой сессии на рынке черного золота. Клосс по бренду 55-51. Сейчас актив торгуется на отметке 55-50. Вчера в целом, можно сказать, у нас конкурировало два новостных фундаментальных события и фон, которые, опять же, касаются этого инструмента. Это, конечно же, в порядке сначала ожиданий данных по запасам нефти от Американского института нефти. В целом, потом рынок, когда получил, собственно, эту статистику, дождался тех цифр, которые кто-то, может быть, надеялся увидеть. Ну, особенно сейчас эта статистика актуальна для тех, кто делает ставку на укрепление стоимостных позиций. В частности, по версии Американского института, запасы снизились. И снизились на очень серьезную величину. Минус 4,15 млн баррелей за неделю против прироста на 4,68 недели ранее. Сегодня в 18.30 у нас официальная статистика. Реакция на нее рынка и трейдеров будет, конечно же, более выраженная. Что касается другого фундаментального события для рынка нефти, это статистика АТОПИ, ну, сначала сообщение о том, что ряд терминалов, которые были блокированы несколько недель назад, снова функционировали в боевом, скажем так, режиме. И Ливия анонсировала увеличение производства добычей нефти в ближайший месяц на 150 тысяч баррелей в сутки. И по планам, опять же, Ливии в 2017 году в первом квартале подняли производство на 270 тысяч. Соответственно, можно сказать, что в случае реализации и выполнения этих планов, ДОПа производства нефти со стороны данного государства, по сути, компенсирует то снижение, которое было обозначено российской экономикой России. Мы помним то, что двумя неделями ранее, соответственно, Россия поддержала инициативу ОПЕК и обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Выводы можно сделать здесь, на мой взгляд, совершенно очевидные. То, что проблема, связанная с тем, что нефть по-прежнему будет производиться больше, чем есть спрос, она сохраняется. И я думаю, что новостной фонд как раз оливийского происхождения его сейчас можно использовать в качестве определяющего. Да, мы пока не увидим снижение нефти. Может быть, речь пойдет о бухгодушном эффекте. Но я считаю то, что этот фундамент более значительный и осерьез. Соответственно, как и ранее, отмечаю возможность для коррекции цен на нефть. Жду снова возвращения бренда ниже 50 долларов за баррель, чтобы уже принимать фактическое решение по продаже этого актива с возможностью движения в район 50 и ниже, соответственно. Давайте сегодня посмотрим за статистикой по версии Миненерго. И в пятницу у нас еще данные от Бейкер Плюс по количеству семейных терминалов. Основной фундамент, который позволит нам сейчас локально вооружиться статистикой, чтобы дальше торговать нефтью. Российская валюта против доллара 61.27. В целом давайте не будем останавливаться на рубле, поскольку, как и раньше, я вижу, исходя из потенциала снижения нефти, возможности для девальвации и курса рубля. Доллар японская иена. Котировки сейчас 117.59. Мы видим то, что американская валюта в буквальном смысле в одном шаге от того, чтобы переписать новые многомесячные максимальные уровни против своего защитного оппонента японской валюты. То, что рост доллара сейчас очевиден, это 100%. И связано, прежде всего, с тем, что все большее количество трейдеров вооружаются идеей, вдохновляют, скажем, этим нарастущим трендом и пониманием того, что американский регулятор будет проводить более жесткую монетарную политику в наступающем 2017 году. Очень неплохой катализатор БУС для ФАРы был оказыван благодаря пресс-конференции председателя ФРС Джанен Хелен, которая состоялась в понедельник. Мы помним то, что Джанен Хелен снова акцентировала внимание на исключительный прогресс, который был сфиксирован в американском рынке труда. А ее, в принципе, сообщения, ее комментарии, слова о том, что данный сектор переживает худшее десятилетие, тут же привел в движение доходности в американских бумаг и убедил всех трейдеров в том, что ФРС будет повышать ставки более, наверное, ускоренными темпами. Мы помним то, что у нас сейчас в порядке ожиданий, исходя из того, что мы слышали от ФРС по итогам на прошлого заседания, три повышения процентной ставки. Это более-таки оптимистичная оценка для тех трейдеров, которые делают ставку на рост долларов, потому что по итогам позапрошлого заседания ФРС говорил о в лучшем случае двух повышениях процентной ставки. Это только исходя из статистики того позитива фундаментального, который сейчас и убедил, собственно, американские регуляторы действуют в более жестком ключе. Не забывайте, что есть еще Трамп, который вот-вот после инаугуации начнет, собственно, реализовывать все свои реформы, и если они хотя бы частично совпадут с теми обещаниями и, в принципе, приведут к тем последствиям, которые были озвучены, тогда макроэкономическая картина будет улучшаться, и, собственно, эти реформы, как и, в принципе, обозначалось ранее, должны потребовать под собой более жесткую монетарную политику. В общем, американец, скорее всего, в 2017 году станет одним из самых динамично растущих инструментов. Мы это будем иметь в виду, и как только все-таки получим четкий сигнал того, что уже риски значительной коррекции по льго-японской иене нивилированы, будем уже покупать этот дуэт валютных активов. Сейчас я пока советую вам оставаться в формате сторонних наблюдателей и не торопиться с занятием длинной сделки с целью возможного тестирования сопротивления 120 иен против американцев. Как я уже отметил, первыми на комментарии жестких представителей ФРС, на сильные матроэкономические данные у нас реагирует долговой рынок, облигационный, а Трежерис в десятилетке находится сейчас в доходности выше планки 2,5%, это максимум больше, чем за 20,5 года. Двухлетки и более лучшие результаты, там максимальная планка по доходности, лучший результат за последние 5-6 лет. Я не думаю, что картина в ближайшее время серьезно изменится. Дополнительную поддержку в целом паре доллар-японская иена оказала вчера заседание в Банке Японии, точнее его итоги. Как вы знаете, японские регуляторы приняли решение пока не менять, чем с политикой. Ставка на прежнем уровне минус 0,1%, доходности облигаций в десятилетах будут и дальше удерживаться в районе 0%, и если что-то в перевесе будет происходить с ними, то, соответственно, Банк Японии будет проводить валютные интервенции. И программа о покупке активов, программа количественного смягчения на прежнем уровне 80 триллионов йен в год. После того, как Банк Японии опубликовал основные параметры денежной политики, состоялось выступление руководителя Акураты, где он отметил возможность новых стимулов. И, по идее, конечно же, такие формулировки должны были оказать влияние в плане разгрузки. Мы, собственно, и увидели то, что японская валюта вчера не пользовалась спросом, в отличие от доллара и в целом пары, скажем, как бы это доллар и японская и иена. Поэтому для тех трейдеров, которые все-таки хотят рискнуть и хотят еще приобщиться к этому растущему тренду, вы должны понимать, что есть возможность прокатиться повыше в моменте до конца этого года, но чуть ли не до уровня 120. Для тех, кто больше, скажем, является приверженцем более-менее консервативного подхода, я советую пока отыгрывать рост доллара не против фены, а против других рисковых инструментов, по которым у нас по-прежнему присутствуют еще нереализованные, прошу прощения, инвестиционные идеи. Сегодня из важных событий, которые можно было бы взять за основу внимания, выделить нечего. Действительно, уже вторая сессия подряд довольно-таки спокойная по содержанию экономического календаря. Но вот под конец недели я думаю, что все уже изменится, потому что завтра у нас сразу целый блок макроэкономических данных, это личные доходы, личные расходы в США, заказан товар деятельного пользования, заявки на пособие по безработице и годовые данные по ВВП. Вот плавно можно на этой ноте перейти на пару евро-доллар. Здесь мы видим то, что коррекционная динамика в целом сохраняется. Вчера были переписаны новые минимумы 14-летние, в частности лоу сейчас 1.03.51, а кто нефтировки чуть выше 1.04.08. Но евро находится под тресом. Если в начале недели я отметил то, что возможно трейдеры пока побаиваются, чтобы затащить главный валютный риск пониже и пытаются найти допподдержку в виде дополнительного фундамента, возможно, этой поддержкой для коррекционной идеи по евро и роста доллара может как раз выступить запущенная статистика, где ожидания исключительно оптимистичны. Вы можете сами посмотреть в экономических линдалях по прогнозам. Буквально все релизы ожидаются гораздо лучше от прошлых значений, что в целом должно подсеркнуть, конечно же, интерес к американцу, поскольку каждый сильный последующий макроэкономический отчет будет убеждать всех трейдеров в том, что ФРС не свернет с пути жесткой монетарной политики. Поэтому по евро-доллару, как и раньше, ждем пробоя отметки 1.03 и в идеале ждем, конечно же, паритетного значения. Пункт против американцев. Здесь стоит отметить, что вчера мы дождались пресс-конференцию премьер-министра Англии Терезы Мэй. Я бы не сказал то, что услышали что-то крайне интересное, но любые комментарии, которые сейчас касаются Брэкзита, они, конечно же, интересны, поскольку держат нас в толще, мы свидетельствуем с вами за тем, как вообще будут разворачиваться события в контексте инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора, так называемой дорожной карты вообще в их данном составе есть. Тереза Мэй сделала акцент на то, что пока все идет так, как она планирует. То есть до марта 2017 года она планирует реинансировать эту статью, есть уже какое-то решение, но, опять же, пока анонсировать его до оглашения решения Верховного осуда Великобритании, которой мы с вами ожидаем ближе к концу и не говоря, она не будет. В частности, по ее мнению, каким бы ни было решение парламента, даже если и он будет иметь исключительно мандат на инициирование этой статьи, вряд ли она будет противиться воле британского народа, потому что это наивысшая демократическая ценность, и, конечно же, идти против этого решения вряд ли стоит. И Тереза Мэй, на мой взгляд, сделала очень важный комментарий, связанный с тем, что она по-прежнему является большим приверженцем о целесообразности к контролю миграционных процессов, а не сохранения доступа к единому европейскому рынку. По ее мнению, доступ к ЕС в любом случае сохранится. Но мы помним также комментарии ряда представителей крупнейших европейских стран, которые, в принципе, принимали участие в обсуждении последствий Brexit, у них уже оценка менее филистичная. И если Англия все-таки проголосует, точнее, это неправильно, скажем, если Англия сделает ставку на контроль миграции, а не на сохранение доступа к единому европейскому рынку, то, соответственно, мы будем лицать зрения полноценный распад и оптальное разрушение ранее асформированных торгово-партнерских соглашений. Я думаю, что по фунту истинная настоящая медвежий ралли еще впереди, но если коррекция пойдет, она будет весьма выраженной и быстрой. В этот момент, конечно же, лучше находиться в правильном направлении. А правильное направление, как я полагаю, является коррекция. Ждем фунт-доллар в ближайшее время на отметке 1.21. Новозеландец находится под давлением. Также новозеландскую валюту разочаровали данные молочного луксона, главного экспортного ресурса для данного государства. Цены просили на минус на 0,5%. Сейчас есть хорошие фундаменты, чтобы продавать новозеландскую валюту, но у нас есть похожий инструмент австралийц, по которому мы еще не достигли нашего кода. Поэтому по новозеландцу, поскольку мы уже зафиксировали прибыль, я советую также пока более не торговать по австралийцам. Мы практически добрались до отметки 0.72, но все равно видели 7-месячный минимум против доллара. Это 0.72, там 25, по-моему. А протоколы, которые вышли вчера утром, оказывают сейчас системное давление на австралийца, поскольку намекнули нам на по-прежнему высокий курс австралийца, на слабые макроэкономические отсчеты и оставили вопрос с допсказчением открытым. Поэтому по австралийцу, я думаю, что, может быть, до конца этой недели мы сможем коснуться нашей с вами поддержки 0.72 и, соответственно, сфиксировать результаты по этому, до этого активу. USDCAD здесь небольшая коррекция. Актуальный котировок сейчас 1.3362, но как только нет, у нас даст слабину и пойдет ниже. Я даже скажу так, если бренд закрепится ниже 53, 52,5-53, это тот самый ценовой рубеж, который будет достаточно, чтобы толкнуть пару USDCAD в район нашей с вами цели 1.35. У нее остается совсем чуть-чуть, 138 пунктов от актуальных значений, которые мы сейчас видим в наших терминалах. И можно даже говорить о том, что это не краткосрочная цель, это краткосрочная цель. И у меня есть четкое понимание уверенности в том, что мы сможем добраться до этого значения буквально в ближайшие дни. Американский фондовый рынок продолжает переписывать исторические матчи, мы здесь перережемся, как и ранее, по S&P, скажем, уровней гораздо выше, чем текущее значение, ждем как минимум 2300. Что касается золота, то на фоне роста американской валюты, по факту комментариев Джанета Елен и роста доходности американских бумаг, драгоценные активы золота и среду, они сейчас проигрывают. И наша с вами цель 1130, она сохраняется в актуальности. С момента нашего опрошенного брифинга золота просела, сейчас котировка 1135.54, в нем ранее мы наблюдали повыше, ждем коллекции еще как минимум на 5 долларов, чтобы фиксировать профит имя по этой инвестиционной идее. Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить уровень доверия потребителей по игрозоне 18.00 по Москве, но хотя думаю, что вряд ли трейдеры обратят внимание на эту статистику, потому что сейчас, как и ранее, в принципе, под закрытие года, я думаю, что не изменится определяющим поведенческим фактором, будет именно то, что происходит с нефтью. Запасы нефти США 18.30, это отчет, который, кажется, уверен о серьезном влиянии на котировки черного золота, и я надеюсь, что все-таки мы увидим поддержку для нашей идеи, связанную с возможной коррекцией. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, вы знаете, их можно задавать на нашем канале на YouTube, либо на форуме АМА. Увидимся, соответственно, с вами уже завтра, также в прямом эфире через перескоп в 9.30 по московскому времени. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.